Здравствуй, дорогой друг! Усаживайся поудобнее. Я сейчас расскажу тебе поучительную историю о том, как нельзя связываться с бессовестными уродами. Ситуация в следующем. Я работаю на YouTube. Это один из основных источников моего дохода. Если мне заказывают какую-то рекламу, разумеется, это хлеб. Но именно сейчас речь идет про то, что я делаю ролики на YouTube. Как вы видели, там какая-то реклама мелькает. Это называется коммерческий просмотр. Если вы видите ролик, а перед роликом или в течение ролика видите рекламу, мы получаем за это копеечку. И накапливается сумма определенная в зависимости от общего количества просмотров этих коммерческих. Здесь все понятно. Не буду озвучивать суммы, просто скажу, что Макс плюс 100500 или Стас Давыдов зарабатывают хорошие деньги. Я зарабатываю какие-то там деньги. Неважно. Абсолютно сейчас не про деньги речь. Мы сейчас не будем мериться с Максом, со Стасом. Речь не об этом. Речь о том, что... Кстати, да, и Макс тоже. Макс плюс 100500. Я, Женя, BadComedian. Еще один автор, Кирилл. Там не один человек. Там команда работает Kid Stupid. Кто знает, мультфильм такой абсурдно-юмористический. Значит, мы все когда-то работали на Карамбе. Не знаю, за ребят работают они или нет. Я сейчас к Карамбе никакого отношения не имею. И Карамба нас подключала к партнерской системе. Партнерская система – это вот тот контент-агрегатор, который аккумулирует деньги, которые получаются через AdSense. Короче, там схема такая есть. Но в любом случае, Карамба нам подобрала какую-то партнерскую систему. Партнерская система изначально была одна. Потом, без нашего согласия, нас переместили еще на одну и на ТВ-Партнерс. Последний вариант. И теперь, собственно, речь пойдет про партнерскую сеть ТВ-Партнерс. Главой которой является индивидуальный предприниматель Александр Абашкин. Кинул нас на 30-35 тысяч долларов всех четверых. Ну, сами понимаете, кто здесь больше всего, чья доля, у кого поменьше. Неважно, сейчас не будем делить. Важно то, что кинули. Шесть месяцев не платили денег, ни слова объяснений, почему. Через каких-то посредников Александр Абашкин с нами общался. То есть, лично он не выходил ни с кем на связь, не объяснял ситуацию. Александру Абашкину это не нужно. Александр Абашкин, вот, что называется, заключил договор. Я не знаю, или что они там заключили. С Карамбой какие-то договоренности у него были. И в результате повисла вот эта сумма, которую я озвучил. Разумеется, у нас потихонечку начинали сдавать нервы. Мы не умираем от голода, но хочется видеть свои деньги. А мне лично даже не столько хочется видеть свои деньги, там не такая большая сумма. Мне сколько противно то, что мои деньги зажал какой-то левый чувак, который пальцем о палец не ударил, который не имеет ни малейшего представления, как зарабатывать деньги в интернете, на ютьюбе, который просто, как большинство партнерских сетей, да, создал свою вот эту помойку, и через нее бабки крутят. Вот что это такое. Такая отмывочная партнерская сеть. Это уже совершенно другой вопрос, почему Карамба допустила такие отношения. Я сейчас не буду в этом видео это поднимать. Это отдельный вопрос с Карамбой. У меня ощущение, что Женя Баткомедиан хочет об этом рассказать. Ну и в продолжение, да, мы начали стучать до Абашкина, стучаться. Я ему писал на фейсбук, я ему звонил, я ему писал имейлы. Ноль ответа. После Нового года Александр Абашкин появляется и говорит, опять же, не нам лично, а через сотрудника, наверное, бывшего, я не знаю, Карамбы, сообщает, что денег не будет, так как ютьюб зажал деньги, не выдает. Вот, потому что ютьюб до этого расторг какой-то договор с ТВ-Партнерс, потому что ТВ-Партнерс очень косячная партнерская сеть. То есть я здесь абсолютно на стороне ютьюба, потому что ютьюб следит за своей политикой. Есть, конечно, косячки, но вот если закрывают партнерскую сеть и повисают на аценсе деньги в таких суммах, то, наверное, это косяк все-таки партнерской сети. Это сарказм, это не наверное, это точно. То есть он довел, потом просто ставит перед фактом, а денег не будет. Денег нет, все. И даже не нам лично, а ссыкливо пишут кому-то там. Ну мы, разумеется, как только он это написал, я ему тут же написал сам, как же так, он начал отвечать, что я ничего не могу сделать. Наверное, вам стоит написать в ютьюб. Я говорю, это мне стоит? Мне стоит это сделать? Это может быть твоя проблема? Подмывал написать про 90-е и напомнить, как решались тогда вопросы, если люди одалживали денег, вернее, задолжали денег и не возвращали, еще на кого-то тыкали пальцем. Хотелось напомнить, но это уголовно наказуемо, поэтому не напоминал. Угрозу убийством, можете посмотреть на это, ну, физиономию, да, то есть человек наверняка, не знаю, что сделает. Не важно абсолютно, мне это вот по барабану, да, я эту мразь видеть лично не хочу, мне неинтересно. Как говорил Стюй Гриффин, where's my money? Where's my money? Но никаких денег Абашкин не давал, а прежнему. Потом началась большая переписка, в которой участвовали Женя Бэткомедиан, Макс Прилюс 100 500, вот этот самый Кирилл, человек с Карамбо и человек с Ютуба. И Александр Абашкин, разумеется. Я говорю, ребята, вы понимаете, что нам не выплатят деньги, потому что он переводит стрелки, и он говорит, что здесь никак нельзя решить. Никак нельзя решить. Хотя Ютуб прислал список того, что нужно сделать. Юрий, сотрудник Ютуба, там один из поставленных сотрудников Ютуба, российского сегмента, прислал конкретный список, что нужно сделать Абашкину, но нет. Абашкину не хочется этого делать, или что-то там вот мешает ему этим заняться. Соответственно, Абашкин, знаете, если говорить прямо, шлет нас куда подальше, в жопу нас шлет. Я говорю, а мы еще и до этого говорили, что Александр, если не вернете нам деньги, мы запишем вот это видео. Говорили втроем. Мы в личной переписке это все делали. Макс, Кирилл и я. Женя хочет отдельно какое-то видео записать. Дело его. Ну, Макс плюс 100 500 отклеился почему-то. Не знаю. Наверное, ему не нужны его деньги. Или ему не нужно рассказывать правду. То есть, я не знаю, как там на Макса воздействовали. Я просто человек уже тертый калач. А Макс парень простой. Поэтому никаких иллюзий на то, что ему там что-то наплели, наобещали у меня нет. Макс святой, хороший, добрый парень. Он такой же, как в видео. А я злая сука, злая сволочь. Поэтому я записываю это видео. Я за Башкина душу вытрясу. Он будет... На улицах вот просто его будут должны кричать. Я надеюсь, что... Абашкин, Абашкин, верни деньги. Очень, кстати, да, вас призываю это сделать, потому что Абашкин... Знаете, что сказал? Это я сейчас прочитаю. Значит, что сказал Абашкин? Цитирую. Цитирую одно из его писем. Мне лично пофигу до вашего видео, но посмотрят его пару миллионов школьников, ваших подписчиков, и забудут на следующий день. Денег вы не вернете этим. Я не могу решить эту проблему, так как товарищи из Ютуба не выходят на связь больше двух месяцев уже. То есть, понимаете, хотя на связь выходят прекрасно товарищи из Ютуба. Тут же на следующий день нам ответил этот Юрий с Ютуба. То есть, Александр Абашкин пиздобол. Слышишь меня ты, пиздобол? Соответственно, и вот это его отношение, ну, посмотрит пара миллионов подписчиков, школьников из Ютуба. Ребят, я вас призываю не только посмотреть это видео, еще и скачать его, потому что наверняка этот пиздобол будет его удалять. Может, здесь его фото висит? будет удалять, а вы просто вот внизу есть ссылочка на Яндекс.Диск, просто скачайте и залейте. К себе там ВКонтакт, назовите неважно как, не знаю, голая Памела Андерсон просит Путина позаботиться о дельфинах, что-нибудь такое придумайте. И киньте себе на стеночку, пожалуйста, это просто вот подружески, да, чтобы Александр Абашкин понял, что интернет это мощь, и что в интернете нельзя брать и кидать людей на деньги. Я абсолютно не питаю иллюзий, что мне вернут мои деньги, ну же все к этому идя, да, ну сколько можно ждать? Мне обидно, что я связался с мразью, мразью, которая даже не понимает, что она виновата. Вроде выговорился, ребята. Если вас как-то задела эта история, вам было интересно послушать, помогите, пожалуйста, с распространением видео, не только просто вот репостом, да, просто скачать внизу и залейте к себе. Александру Абашкину я желаю удачи и искренне надеюсь, что с ним больше никто, никто работать в интернете не будет, что он теперь будет изгоем. Я очень хочу поломать вашу карьеру, если это можно назвать карьерой, Александр, потому что вы полное ничтожество в этом бизнесе, вам даже неизвестен термин предпринимательские риски. Всего хорошего.